Меня зовут Вуалтрас. Вуалтрас? Да. Это что за имя? Имя. Нет, это очень интересное имя. Кулуар. Я понял. Отвечу. И тема моего доклада — многоуровневая... Ничего себе. Взаимосвязь многоуровневой структуры самосознания с многомировой интерпретацией окружающей действительности, в контексте, концепции и сидеологии. Чуть ближе к микрофону. Какой концепции? В контексте, концепции и сидеологии. Пожалуйста. Сейчас я потом, потом, потом. Она выступит. Если не будет достаточного понимания, вы спросите. Оставьте на всякий случай пять минут, потому что уже вопросы есть, ладно? По поводу имени, по поводу концепции. История этого доклада началась в моём детстве, когда с вопросов, почему всё вокруг меня именно так, а не иначе, почему я сама именно такая, а не какая-то другая. И как взаимосвязана я такая с именно таким миром, именно такими событиями окружающей действительности. И вообще, есть ли это связь? В старших классах я стала интересоваться популярной наукой, стала интересоваться взглядом православия на, скажем так, формирование судьбы, вообще жизни и тоже, скажем так, формирование того, что вокруг меня. Ну и также немного психологией стало увлекаться и в меньшей степени тоже эзотерикой. На сегодняшний день моё представление по данной теме по большей части сформировано идеями, концепции и с идеологией. Ну, конечно, и с участием всех тех материалов, которыми я пользовалась раньше. Собственно, с её позиции я сегодня постараюсь рассказать в общих, правда, чертах, потому что времени чуть-чуть, что собой представляет структура самосознания и как она взаимосвязана с мирами, вселенными, ну, в понятии мультиверса, опять же, в контексте и с идеологии. А кто, пожалуйста, психолог или биолог? Ну вот, скажем так, это основная мысль моего доклада. Ну, это так, скажем так, наглядно. Значит, следующее. Немного об эсидеологии, об этой концепции. Эсидеология изучает самосознательную характеристику каждого материального объекта, многоуровневую и многомирную структуру самосознания. Также утверждает об многомировой интерпретации мироздания. И, значит, изучает мультисценарность эволюции, эволюцию, способную, скажем так, двигаться в разных сценариях, происходить. Связь структуры самосознания с системой многомерия, со сценариями эволюции. И, ну, будем сегодня говорить на примере человеческого самосознания. Вот, значит, все вышеперечисленное также изучается в контексте человеческого эволюционирования и проекции структуры самосознания в многомерную структуру ДНК. Значит, дальше, да? Что означает приставка «сама»? Это не, скажем так, не то сознание, которое… Ладно, другим словам скажу. Приставка «сама» и слово «самосознание» означают, что любой материальный объект имеет, скажем так, возможность себя определить относительно объектов и событий, окружающей его действительности. И, то есть, возможно… Ну, это, правда, аллегория в большей степени. Каждому материальному объекту себя самоосознать и выделить некоторую эволюционную тенденцию в своем развитии, вот некоторый набор, ну, опять же так, метафорично, интересов к получению определенного опыта. Вот это так вкратце, что означает «самосознание» в эсидеологии. А уже любой этот самый материальный объект самосознательный привычного эсидеологии называется «форма» самосознания. Значит, еще я здесь немного… А, значит, еще важный момент. Мне сказала, что база для формирования самосознания и формирования любой материальной структуры в эсидеологии – это информация и энергия. Информационная природа самосознания, информационная природа любой материальной единицы и энергия как некоторая сила для формирования материальной структуры, для обличия самосознания в форму. Вот, и так дальше. Значит, что представляет собой структуру самосознания? Сначала я начну с природы. Природа информационная, как я уже сказала. И утверждается, что информация – понятие абстрактное, и она также образно, скажем так, метафорично, дифференцирована на множество нюансов, аспектов, множество деталей, скажем так, инфофрагментов. Автор эсидеологии по фамилии Орис, ну, это, собственно, его взгляд, он как бы сконгломерировал, он утверждает, что информация, инфофрагменты имеют возможность конгломерироваться. И вот, например, то же самое самосознание означает собой совокупность, общую совокупность, набор вот таких инфофрагментов. Вот. Они выражаются в нас как определенные категории интересов, реакций психических, потребностей, ну, то есть отражаются в нашей психике. Примеров можно легко и массу привести. Вот. Далее. Каждый инфоконгломерат в самосознании диктует определенный интерес к познанию самосознания в тех или иных условиях для получения конкретного опыта необходимого. В соответствии с этим интересом дальше выстраивается, ну, жизнедеятельность человека и выстраивается та или иная эволюционная тенденция. Вот утверждается, что самосознание, как совокупность таких интересов, инфофрагментов, инфоконгломератов, будем говорить, является еще и совокупностью разных эволюционных тенденций. Пример можно привести такой. Человек, ребенок, оказавшись в стае волков, мы знаем сказку Маугли, в стае, например, волков, будет приспосабливаться к среде волков, будет пытаться жить по их законам, скажем так, с волками, жить по волчьей, правда, это немножко другое означает. Итак, и, скажем так, будет терять потихоньку психологический, человеческий облик, и будет таким образом развиваться его эволюционная тенденция, скажем так, в вид волков. И также, будучи активными другие интересы, самые разные интересы в самосознании, они при их устойчивой активности выделяют, формируют эволюционную тенденцию в каком-то из направлений, в человеческом. Либо, если, например, это человек устойчиво добрый, устойчиво любящий, но, допустим, который мало задумывается о последствиях порой своей доброты и своего служения, то могут наступать всякие передряги иногда по жизни, иногда помощь бывает не совсем во благо в итоге. И вот есть предположение, что такой человек может эволюционно, тенденциозно смещаться ближе к эволюции, ближе к виду, например, травоядных. Ну, это так в общем, скажем так. Дальше, да? Ну вот и весь наш набор, скажем так, наших интересов, наших потребностей от инстинктивных до сознательных, до подсознательных. Вот я уже и сказала. Он также и в психологии описан как уровни бессознательного, инстинктивные, уровни сознательного, нашей рассудочной деятельности. Уровни подсознания, это уровни интуиции, озарений, ну, скажем так, сверхспособностей. Всё, человек в себе очень и очень много чего совмещает, разных интересов, и имеет возможность эволюционировать в разных направлениях. Далее, один из редакторов из идеологии, вот такое творчество проявил, значит, сформировал из описания структуры самосознания в эссидеологии несколько схем. Конечно, здесь очень слабо видно, к сожалению, вот очень детальная картина, она хорошо видна именно на персональном компьютере. Я просто хотела показать, насколько всё непросто, и... А, значит, главная здесь идея в том, что самосознание обладает разными уровнями, уровнями интересов, уровнями тех же потребностей. Эта структура уровней называется структурой эссиди-центров. Эссиди-центры — это условные категории, это такие наиболее общие категории, в которые объединены инфоконгломераты разных интересов. Ну вот, эссидиология утверждается, что наиболее активными являются в современном человеке инфоконгломераты уровней и подуровней вот некоторых четырёх из большого количества эссиди-центров. Один эссиди-центр, в него собраны все интересы, все эволюционные тенденции и потребности, отвечающие за выживание человека, за его примитивную рассудочную деятельность, опять же, направленную на выживание. Вот. Другой эссиди-центр собраны, это просто категории, собраны интересы и потребности касательно сексуальных потребностей, продолжения рода и привязанности вот к одному человеку и такие, ну, в самых разных своих оттенках. Вот. Другой эссиди-центр представляет собой такую высокоментальную деятельность, деятельность уже не просто, скажем так, собственнически эгоистичную, а пропитанную, скажем так, чувственностью и пониманием, некоторым пониманием необходимости интеллект применять на благо чего-то большего, чем просто выживание, на благо людей, таких, других, чего-то большего, чем ты сам. Другой эссиди-центр, в него собраны потребности в высокочувственных, в сердечных реализациях, семейных, дружеских, это также служение в виде волонтерства, ну, то есть вот такие потребности, интересы собраны вот еще и в другой эссиди-центр. У них есть свои названия, я не буду сейчас громоздить терминами новыми, вот. Также еще утверждается, что у человека есть много других скрытых потребностей, скрытых пока что, возможностей, талантов, потребностей, которые собраны в другие эссиди-центры, пока у нас неактивные. Но утверждается, что с получением в ходе жизни опыта, опять же, разными путями, опыта при активности вот первых четырех эссиди-центров становятся активными способности и интересы следующих эссиди-центров, их уровней и подуровней. Вот. Все это касается психики человека, и могу сказать, что на вопрос, где это все расположено, биологически я не скажу, что это... Я не могу сказать, что вся эта структура расположена в мозге или еще где-то. Это категории наших реакций, наших мыслей, чувств. Это просто модель такая, по которой удобно разбираться в себе, грубо говоря. Вот. Так что у нас время. Значит, дальше утверждается, что в конкретный миг, в текущий миг, например, самосознание можно описать, описать активность тех или иных уровней эссиди-центров той или иной информации, тех или иных инфоконгломератов и, скажем так, выделить несколько, достаточно большое множество параметров, которыми можно, скажем так, описать фотографию конфигурации самосознания. Вот. В моей статье, в книге материалов Конгресса указаны четыре самых таких общих основных параметра. Я их здесь тоже покажу. Но в конце я написала многие другие еще параметры, характеризуют каждый момент самоконфигурацию самосознания. Вот. Дальше я по теме собиралась связать эту структуру самосознания с многомировой структурой, многомировым представлением об окружающей действительности. Стеология утверждает, что миров и вселенных столько, сколько нужно для получения самого разнообразного опыта любой формы самосознания. то есть очень-очень много. Сколько не знаю. Может быть кто-то знает, я не знаю. Итак, и утверждается, что вся окружающая действительность, вся материя вместе с миром сменяется каждый момент, каждый миг. Утверждается, что вселенная или мир это фотография материи на данный миг. И вселенные и миры сменяются ежемгновенно. Механизм смены этих миров и вселенных заключен в нашем самосознании. Он назван фокус самосознания, и он описывается активностью на данный момент, текущей активностью на данный момент, уровней, подуровней конкретных ICD-центров. И в соответствии с интересами, транслируемыми через наше самосознание, через моё, например, в данный момент, в соответствии с и бессознательными интересами, и сознательными, и подсознательными, вокруг меня выстраивается та материальная среда, которая позволяет воплотить эти интересы и получить опыт. Механизм вот такой мгновенной смены миров и вселенных полноценных, со всеми галактиками, со всеми всевозможными далёкими звёздными структурами, такой механизм их смены в самосознание, с помощью самосознания называется перефокусировка, перепроецирование фокуса самосознания. Так. Я говорила, что структура самосознания не имеет какого-то локального, какой-то локальности в организме, в биологическом теле, личности, но имеет проекцию в геном ДНК. Об этом написано достаточно подробно в томах из идеологии я это сейчас в двух словах к сожалению не расскажу. Тем более я не биолог. Эти детали уже потом постараюсь осветить. А также их можно прочесть в самих книгах. Для чего? По теории у меня всё. И я бы хотела ещё сказать, почему именно вот такая концепция, такой взгляд на самосознание для меня сейчас актуален. Дело в том, что я работаю в Центре развития личности в Крыму, цель которого, информационная база которого это и с идеология, и последние передовые научные теории. и я работаю в проекте, скажем так, подпроекте этого Центра развития личности. И наш проект и вообще и с идеология пишется с ориентацией на то, чтобы создать такую информационную базу для человека, которой возможно было бы пользоваться в любой ситуации, в любом моменте жизни для того, чтобы глубоко понимать причины, следствия того, что происходит внутри вас, снаружи нас, и как, почему осуществляются перефокусировки в миры с конкретными обстоятельствами, во Вселенной с конкретными законами природы. И что важно, что можно выработать такое отношение к жизни благодаря этой концепции, я так думаю, которая позволит человеку, мне кажется, самое важное, осознать себя хотя бы частично творцом жизни, а не жертвой обстоятельств. И я считаю, что слияние идей с идеологией, дополнение ими, взаимодополнение и с идеологией, и передовых научных теорий о многомире, о сознании, вообще о чём угодно, о нашей жизни, позволит стать людям, я думаю, что достаточно осознанными, честными к себе и к другим, ответственными за всё, что происходит с ними и вокруг них. То есть позволит создать общество вот таких высокочувственных и высокоинтеллектуальных людей. Ну и всё, спасибо большое за внимание. Спасибо. Так, есть 6 минут, поэтому у нас можно это самое. Так, вот интересный вопрос. Я думаю, всем будет важно принципиально. Автор вот этой идеологии кто? Автор по фамилии Орис. И с какой страны? Он сам украинец. Понятно. но грант отдает Америка, наверное, да? Нет, кто платит за банкет? Платят за банкет. Тихо, тихо, подождите. Платят за банкет приезжие в Центр развития личности. Итак, автор идеологии украинец, да? Да. А почему тогда такие слова не украинские? Вот смотрите, влю, о, мо, да, 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 Лоу Монда. Ну, я не возражаю, я просто, почему слова не украинские? Зачем? Ну, просто ради интереса меня. Не, я понимаю, да, у меня бы такой же был интерес на вашем месте. Нет, я думал, одни закончили Майданом, а другие вот этой идеологией. Я просто не хочу разобраться. А вы знаете, как раз вот, сейчас, сейчас, зададите вопрос, сначала мы узнаем. Итак, украинец. Второй вопрос, слова, вот, слова, почему такие вот странные? Да. А вот уже, а вот, да, очень, в общем, вы очень правильно ответили, действительно, эта идеология, это субъективный взгляд на жизненное мироустройство этого автора и с написанием, ну, еще у него в редакторах ученые, вот, несколько кандидатов наук, физмат-наук, кандидатов медицинских наук. Нет, почему? Не только. один украинский, российский. Украинский же, в центре мира. Украинский, российский, вот, и с их помощью было понятно, что некоторые понятия в эссидеологии, ну, в точности, вот, именно в деталях, не имеют таких же вот аналогов в, ну, научной, как бы, структуре, поэтому удобно было действительно, чтобы не путать понятия, ввести в некоторых случаях свою терминологию. И ваше имя в тренде это из-за идеологии, да, то есть, вот, вы такой сложный. Нет. Нет? Не совсем. Ну, вы обещали это, или потом в кулуарах все-таки, да? Ну, скажем так, имя наскал, имя, еще раз, будьте любезны, имя. А у меня фамилия, имя, отчество. Нет, имя ваше. Вуалтрас. Вот. Это в тренде, в тренде идеологии? А в этом есть. Ладно, все, давайте так, это вопрос, пожалуйста, теперь вопросы. Я задам вопрос по существу, по существу, да, конечно. Я задам вопрос по существу, по существу концепции. Да, да, мы слышим. Интересно. Вы, я, и все здесь присутствующие обладаем сознанием, так же, как и обезьяна, которая сидит в клетке. Возможно, что какое-то живое существо, располагающееся на другой планете далеко отсюда. Задам вопрос. Так, минутку, давайте только сознание, это отражение, да? Секунду. Нет, ну, по фундаментальному пониманию сознания. Подождите, подождите, каждый из нас обладает сознанием. Что это? Что вы имеете в виду под сознанием? Математически это отражение. Иначе мы не поймем. Отражение реальности. Отражение, все, дальше продолжайте, да. Итак, теперь я хочу задать вопрос. Это единое, этот феномен един для всех живых существ или бы же нет? Я говорила, да, что самосознательную природу имеет любой материальный объект. Да, и живые существа. Но он един, то есть условно, внутри вас. Если единое самосознательное поле, это знаю только физики, это вы изряды дают только вопрос. Я спрашиваю, секунду, я не про физиков. Я спрашиваю сейчас. Ваше мнение в рамках общей концепции есть какой-то ответ. У вас удобно быть, да? То есть условно, да? Вот в христианстве, есть спор, есть души индивидуальные, либо же все-таки есть как бы одна душа. Ага, поняла. Вот то же самое здесь в данном случае. Есть ли у нас некая, назовем так, некая сущность, сущность. Общая, да? Да, единая для всех. А уже, скажем так, индивидуальные признаки наслаиваются опытом, образованием, средой и так далее. Это вас интересует с точки зрения идеи и идеологии, да? Вот ваше мнение, да. Да, мое мнение, да, что есть, скажем так, коллективное сознание человечества, есть коллективное сознание, ну, любого вида. Да? Так, пожалуйста, ваш вопрос. давайте. Вашу позицию к той, что сформировано у нас в церковной терминологии. Понятие «я есть». Вы отражаете эту позицию. «Я есть». Это единственное. Да, сущий, сущий, сущий. Существующее сознание в мире «я есть», но оно присуще каждому из нас и каждому предмету мира. «Я есть». Ну, это сознание Бога. Да, 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 в церкви это, можно сказать, такой Бог про себя. Все остальное. В сущий, да. Так, так, вопрос в чем? Вы можете сказать, что Ваша концепция сходится вот к этому? Если так четко сонится. Просто, понимаете, Ну, судя по всему, да, потому что самосознание, они, вот понятие «сем» или «шем», а «шем» это эквивалент имени Бога в еврейской традиции, по всей видимости, они манифестируют в названии. Просто я, я сама… Что-что? Когда-то… Какая? Нет, понятие «шем» это… Ну, что-что? Ну, вы начинаете социально или нет? Куда? Ну, в лингвистику, конечно. У них просто название. Значит, насколько просто я в курсе, понятие… частицу Бога, да, и в которой очень-очень много потенциалов и способностей, в том числе невероятно просто божественных, я бы сказала «да». Я имелся в виду вопрос так. Основная концепция базируется на том же понимании самости, что и в религии, да? Что именно самость… Я бы сказала… Если это так, то какой смысл в изобретении другой идеологии, если, так сказать, такая идеология, как вот та, которая МГИМ семитских народов, она ответила на этот вопрос и манифицировала понятие самости в понятие Бога. Я бы сказала, что здесь нет общего представления структуры самосознания в из-идеологии и религии, потому что согласно вот такой структуре еще человек в себе содержит информационные фрагменты, интересы, общие с вообще любыми видами, любыми формами самосознания, в том числе… Артур, готовься. Ну, в том числе и с животными и не только. Пожалуйста. Вопрос такого плана, просто даже чисто из человеческого даже любопытства. Вот, глядя на эти термины, возникает вопрос, кто автор этих терминов? Она же сказала, человек из Украины, который придумал идеи. И создается такое первое впечатление, что это просто обычная диверсия, потому что идет засорение русского языка. Он и так очень сильно засорен. Недавно Крым был украинский, сейчас вернулся домой на родину. Украина – это те же самые славяне, которые искусственно были названы украинцами. Украины были другим народом, они хоронили покойников по-другому. Вам же говорили. Природа… Это славяне, они искусственно были названы украинцами. Говорит другие результаты. От слова, что жили на окраине. Это вера, 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 вера. А археология говорит другое. Вы можете задавать? Или не надо? Ну, давайте, еще раз, давайте. Девушки симпатичны, понимаю, все мужчины хотят отметиться. Давайте. Внимание. Причем он фундаментальный не для этого доказательства, а для всех нас. Значит, есть ли геном, есть геном, есть алгоритм самовоспроизведения вида, а это так, да, и создан он был, ну, чем-то, кем-то. Так. Над нами. То, как в этом, на этой понятийной базе интерпретировать все то, что мы имеем сегодня в гуманистической сфере? То есть, мы прогрессируем, регрессируем, редуцируемся, и еще там сотни тысяч модификаций, которые возможны от этого начала. Вот надо когда-то зафиксировать сознание. Этот путь от начала, если он был задан, алгоритм рожден, он материализован геном. Но это на Нобелевскую премию тянет. Ну, девушки, не будем мы. Нет, это выше Нобелевской премии в триллионы раз. И вот это надо осознать всем тем, кто начинает путь от генома. Кто только делает первые шаги, вот на этот вопрос надо пытаться ответить. А если вы не отвечаете, тогда разговор не о чем мы. Тимин, урацил, тирозин, знаете, что такое, нет? Да, конечно. А, ну тогда есть смысл. Она биологию знает. Ну, давайте в кулуарах, потому что мы уже перешли время. Артур, пожалуйста. Да при чем тут она-то? Те, кто разговаривает вообще на эти темы. Вопрос интересный, без всякого сомнения. Умный вопрос. Вы подумайте, ладно? И ответите. Конечно, есть масса действительно о чем-то. Еще один вопрос. Где такие симпатичные живут? Можно я, Викторович? Последний вопрос. В каком городе Крым? А в каком? Под Ялтой. Я живу просто и работаю в Центре развития личности. А под Ялтой это где? Под Ялтой. Под Ялтой это... Поселок Голубой залив. Вам это о чем-то говорят? Говорит, конечно.